Какие идеи не работают? На самом деле никакие не работают, если вы сами над ними не работаете. И наоборот, сработать можно все что угодно, если грамотно подать идею. Но для начала давайте разберемся, что такое вообще идея и как она связана с созданием сценария. С точки зрения работы сценариста существует два вида идей. Идея-замысел, с которой начинается работа на сценарии. И идея как непосредственный элемент сценария. Часто можно услышать, что идея берется из воздуха. Но это не совсем так. Из воздуха, точнее из неуловимого потока сознания, берется не идея, а замысел. То, с чего начинается история. Идея-вещь вполне конкретная. Это четко зафиксированный тезис, итог разговора на заданную тему. Но об этом позже. Сначала мы с вами разберем, что такое идея-замысел. Действительно нет ясного понимания, откуда берутся идеи. Это может быть что угодно. Случайный триггер, обрывок мысли. В этом смысле здесь все сугубо индивидуально. Это говорит о том, что нет никаких правил. Правила начнутся потом. На этом этапе важно осознавать, что нет хороших или плохих идей. Любая идея может грамотно сработать. Но сама по себе идея ничего не стоит. Только вписанная в контекст и правильно поданная, она может быть услышана режиссером, продюсером и так далее. Откровенно говоря, даже ваших друзей и знакомых вряд ли можно заинтересовать первичным замыслом. Конечно, кто-то из них может сказать, вау, ты хочешь создать историю, в которой напишешь, что человечество это результат эксперимента предыдущей расы, здорово. Потом он подумает немного и добавит, ну окей, пиши. Потому что в вашей истории пока еще нет главного. Конфликта. Ну хорошо, скажете вы. А что если у меня есть конфликт? Окей. Возьмем идеальный вариант, в котором у вас есть конфликт и вы даже наметили персонажей. Но все равно, ваша история, если она только в виде описательной заявки, вряд ли кого-то всерьез заинтересует. Ни один уважающий себя продюсер не станет работать с вами, если у вас нет готовых документов. Логлайна, синопсиса, тритмента, сценария или пилота, если речь идет о сериале. Итак, резюмируем. Замысел это то, с чего все начинается. Но этого катастрофически мало, чтобы стартовать в индустрии. Однако у каждого правила есть исключения. Существуют ситуации, в которых идеи будет достаточно. Идея может выстрелить в ходе смол тока. Поэтому всегда нужно быть готовым презентовать свою идею. Вы не знаете, где и когда вы встретите человека, который может помочь вам в реализации. В Соединенных Штатах есть понятие elevator pitch. Суть которого сводится к тому, что вы можете представить свою идею условному человеку, условному продюсеру в условном лифте. И вот мы могли доехать от первого этажа до девятого. Слушайте, пока вы здесь, короче, это приходит бог на сборище сатанистов. Ну вот, ну такие у нас были короткометражки. Однако вы всегда должны быть готовы к тому, что этот условный продюсер попросит у вас нечто большее, чем хорошо сформулированный логлайн. Теперь поговорим про идею, как неотъемлемый элемент сценария. Итак, еще раз. Идея – ответ на главный вопрос истории. Вопрос задается темой. Поэтому самое важное, что нужно понимать сценаристу – о чем история. Возьмем в пример нашумевшего Джокера. О чем этот фильм? Какая у него тема? Но что более важно для нас? В чем идея? В центре сюжета – убийство трех молодых функционеров с условного Уолл-стрит. Главный вопрос истории – кто совершил убийство? Казалось бы, все просто. Убийца Артур Флек. Потому что именно он совершил убийство на глазах у зрителей. В чем же фокус? В кульминации – той точке сюжета, где дается ответ на главный вопрос истории. Своим выстрелом в телеведущего Артур Флек отвечает на вопрос так. Виновата общество. Общество, которое породило чудовище. Артур – главный герой истории. А это, как правило, носитель основной идеи. Итак, резюмируем. Главной темой в «Джокере» является фундаментальный раскол общества на богатых и бедных – социальное неравенство. Главной идеей в этом виновато общество. Если копнуть чуть глубже, можно выразить идею названием пьесы японского драматурга Коба Абе «Ты тоже виновен». Вот что такое идея в кинематографе, и вот почему она важна для истории. Не стоит думать, что придумать идею очень просто. Просто заявить тезис. Но если внутри идеи нет конфликта, ничего не получится. Конфликт необходим как некий мотор, как инструмент. Очень хорошо, если внутри идеи сразу же заложим парадокс. Возьмем в пример того же Джокера. Можно сформулировать идею так. Социальное неравенство разрушает общество. Это логично, но это просто тезис. И внутри нет парадокса. Сформулируем иначе. Социальное неравенство заставляет общество разрушать себя своими руками. Теперь парадокс есть. И звучит это уже совершенно иначе. Итак, скажу еще раз. Нет хороших или плохих идей. Любая идея найдет своего зрителя, если автор будет усердно с ней работать. Таланты и оригинальные мышления всего лишь инструменты. Основные ресурсы – это труд и усидчивость. Если все это есть, кино обязательно получится. Более подробно понятие идеи и ее связь с темой мы рассмотрим в рамках нашего базового курса для сценаристов на онлайн-платформе. А сейчас спасибо за внимание и удачных вам идей.